Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, в прошлый раз мы говорили, что есть 6 каких-то сущностей, сейчас добавилась еще одна, респонденты. Так, у нас есть какая-то организация, я говорил в прошлый раз, я повторю еще раз. Допустим, у нас есть какая-то школа, колледж, институт, университет, неважно, где есть куча преподавателей, и у каждого есть свои какие-то тестовые вопросы, которые он, собственно говоря, может готовить для своих студентов или учеников. Ну, давайте на примере школы. Допустим, есть какой-то набор вопросов, мы их называем в данном варианте, карточки, которые могут объединяться в набор карточек, как вы, собственно говоря, понимаете. В одном наборе может быть несколько карточек, но и у карточки есть, соответственно, вопрос, который может быть текстовой, или может быть видео вопрос, или вопрос картинка, ну, в общем, тип имеет значение. И у каждого вопроса есть, собственно говоря, свой ответ. Ответов может быть один, ну, один это, конечно, риторический вопрос, ну, в общем-то, собственно говоря, это глупо, но мы считаем, что не меньше двух, и, то есть, два, три, пять, семь, неважно, и больше. Каждый вопрос, то есть, каждая карточка имеет какую-то конфигурацию. Конфигурация говорит о том, что это за вопрос, сколько там можно потратить на ответ времени, или сколько количества раз можно ответить. Ну, в общем, какое количество, допустим, очков перенесет ответ на вопрос Не важно, какой-то файл, какой-то класс, да, конфигурация Который в себе инкапсулирует все управляемые все эти вот карточки И есть организация, которая, например, сама школа Которая может включать наборы карточек или нет Есть организация, ну, мы считаем, что вот этот вот один учитель, да Один преподаватель, он является организацией То есть у него может быть набор карточек, у него может быть карточка, у него может быть вопрос, у него может быть ответ, у него может быть конфигурация То есть организация связана с конфигурацией Ну и появилась за то время, пока создавалось новое видео, еще одна сущность, которая называется респондент То есть это те, кто отвечали на вот этот вот квиз, так называемый, да, опрос, викторин, если хотите В котором есть вот набор карточек И давайте теперь к картинкам вернемся Довустим, сейчас опять же Вернемся к визуальной картинке Есть набор карточек Такая штука большая В которой есть карточка Не одна, их несколько У карточки есть вопрос Я вот этими вот Этой картинкой пытаюсь показать зависимости То есть у карточки есть У набора карточек Есть карточка У карточки есть вопрос У вопроса есть ответы И таких вот карточек В наборе карточек может быть много Несколько во всяком случае В общем, ключом момент Я говорил про конфигурацию У каждой карточки есть своя конфигурация То есть одна карточка Потребует больше времени Другая меньше Одна повлияет сильно на общий Бал ответа Всего набора карточек А другая, допустим, чуть меньше Или вообще не будет влиять Ну и в общем Вот эти вот карточки Они привязаны к организации Собственно игрока Конфигурация И вопросы Ну и давайте теперь вернемся Собственно В проект И попробуем Несколько юнит-тестов Еще написать Итак, предыдущее видео Номер 3 Которое Мы остановились на том Что создали категорию helper И этот категорий helper Просто Ну в данном варианте Тупо создает Одну категорию статично И мы ее использовали В DB контексте Как вы видите Вот он То есть мы DB контекст Который создан Виртуально в памяти Наполняем Нужными нам данными Там в случае Добавляется Всего лишь Только Одна Категория Далее Я пошел Далее Как бы это странно Не звучало И создал Так Такое Helper Как Configuration Organization User Profile Ну и так далее Давайте остановимся На том Что вот Configuration Как вы видите Конфигuration К слову сказать Он связан С организацией Вот этот вот Organization Как вы видите Он связан С профилем И вот В самом деле Профиль уже Ни с чем не связан То есть он сам По себе Надо сказать Что связь Между сущностями Осуществляется Следующим образом Есть Organization ID 3852 И я переключаюсь В Organization Вот он 3852 То есть Я так сказать Как бы Виртуально Да Создаю все Сущности Но их Идентификаторы Связаны И поэтому Когда я Допустим Вот здесь Получаю Допустим Ну это Неправильный вариант Сейчас покажу Другой Допустим Вот С юзер профайл Да Вот он Тест Я включаю Include И соответственно Получаю Нужными То есть На основании Вот этих Идентификаторов Которые Внутри Вот этих Вот Хелперов Созданы Я моделирую Базу данных Как бы Это Непрескорбно Не звучало У меня Не получилось Найти Других Вариантов Если Вы знаете Как это Сделать По-другому Пожалуйста Пишите В комментариях Но Я могу Когда Создаю Конфигурацию В данном Варианте Вот Категория Допустим Конфигурация Вот Организация Аппликейшн Там Профайл Хелпер Вот там Текстовая Карточка Да О которой Вы говорили А также У меня Вот есть Такой же Хелпер Который Называется Text Questions То есть Этот Вопрос Который Включен В карточку Если Я сейчас Его включу И запущу Хоть один Тест Все тесты Попадают И я Объясню Почему Я просто Хочу Показать Ошибку Которая Выпадет При этом Случае И я Хочу Чтоб Вы Понимали Смотрите Вот Эта ошибка Я думаю Что Вы Видите Вот Речь Идет О том Что Инстанс Text Questions Не может Быть Включена В Entity Framework Потому Что Такая Сущность Уже С Таким Идентификатором Уже Используется Дело В том Что Я сейчас Обратно Отключу Я покажу Text Car Helper В котором Смотрите Я Уже Использую Вот этот Самый Text Question Helper В котором Получаю GetMany И собственно Говоря Я для Сущности Text Question Уже Добавляю Text Question Таким Образом Связанные Сущности Которые Как свойство Навигации Прокидываются В другую Сущность Например Text Question В Text Card Они Сохранятся В базе Данных Автоматически И я Вот здесь Отключил Снова Заново Добавленная Текст Question И снова Запущу Тесты И собственно Говоря Не пройдут То есть Связи Восстановятся То есть Не будет Дублирования Так как Я Text Question Использую В Text Card Helper Я бы Здесь Отключил Ну и По такому Жему Образу Подобию Сейчас Я вот Так Чтобы Было Понятно Так Это Мне нужно Что-то Переименовать Да Давайте Переименуем Я покажу Что у меня Есть Text Answer Questions Нет Я не туда Зашел Text Answer Helper Смотрите У меня Есть Какой-то Вопрос В данном Варианте Я Через Идентификатор Заю Номер По Молчанию Один Ставлю Как Правильный И Всех Их Привязываю К Одному Вопросу Ну А дальше Через Вот Такую Конструкцию Добавляю Их Четыре Штуки И Ставлю Им Идентификаторы Обязательно Разные И ставлю Значение Fold Где оно Парщится Где-то Здесь Вот И получается Четыре Ответа Но Когда я создаю Text Question Смотрите У меня Вот они Эти Вопросы Из той Коллекции Которая Из Хелпера Они Закидываются В Text Question Text К Закидывается В Text Card Вот В этом Варианте Их Прямое Добавление Отключил Чтобы Не было Ошибки Ну И В общем-то Все Карточки Складываются В Bundler В Bundle То есть В какую-то Коробку В Какой-то Набор Карточек Если хотите Вот И Они Работают По такому же Тех Тех Же Сущностей Ну И В Общем Что Еще Хочу Сказать У Мне Есть Еще Связи То Есть Одна Карточка Может Входить В Разные Наборы Карточек Это Many To Many И Вот Этот Вот Как раз Таблица Связи Когда Bundle Text Сейчас Я Покажу Вам Вот Bundle Text Art Они Many To Many Связаны Ну И В Общем Что Еще Хотел Все Так Знать Есть Unit Of Work Я Говорил Что У Нас В Предыдущий Раз Была Вот Такая Вот Картинка Да Я Буду Добавлять Репозитории Ну И В Общем Все Свелось К тому Что У Меня Все Репозитории То По Типу Сущностей Которых Давайте Вот Сейчас Переключусь На Широкий Режим Вот У У Мо Моего Они Творка Они Используются Вот Таким Вот Образом То Есть На Get Репозиторий Организации Возвращается Новый Репозиторий Организации С тем Самым Контекстом Который Получается Сдб Контекст Хелпера Ну Собственно Игра Вот Отсюда Здесь Он И Наполняется Ну И Наверное Давайте Теперь Давайте Что Такое У меня Что То С Этими Давайте Ин Солюшн Исправим Перед тем Как начать Давайте Я даже Сделаю Хитрую Штуку И Закину Все В Гид Гид Коммит Сделаем Запись Вот Таким Вот Образом Ну И Даже Сделаю Гид Пуш Риджин Ну И В данном Варианте Я бы Хотел Начать С чего Нибудь Простого Чтобы Можно Было Объяснить Так Это Мне Больше Не Нужно И Смотрите У У меня Есть Фикши Которые Я уже Говорил Есть Фикши Которые Возвращают Из Юнит Уорк Хелпера То То Мог Объект Для Юнит Уорка Вот Эти Фикши Мы Будем Дальше Их Развивать И Перед тем Как Продолжить Давайте Я переключусь В режим Юнит Тестов Слава Богу Это Делать Очень Просто В моей Концепции У Меня Есть Тесты Которые Тестируют Связи Между Друг Другом Их Наличие Вот То Есть Инклудов Чтобы Можно Было Получить Сущности Ну И Задач Моя Стоит В том Что Если Я Выдаю Какой То Бандл То То Какой То Набор Карточек Я Хочу Чтобы Мне Приходило Не Только Бандл Но И Связанные Карточки Организация Ну И В общем И Текстовые В мысли И сами Вопросы И их Ответы То Все Целиком Ну И В общем То Вот В этих Тестах Как Вы Видите Это Вот Все Прописано От Начала И До Конца Проверяется Все Связи То Теперь Я Могу Приступить К написанию Уже Непосредственно Тестов На Бизнес Логику В процессе Создания Видео Я получил Предложение Показать Как Можно Сделать Юнит Тесты Для Контроллеров На самом Деле Я Достаточно Редко Делаю Юнит Тесты Для Контроллеров Потому Что Как Работают Контролли В ASP Дут Нед Корр Мне В принципе Не Интересно За них Отвечает Создатель ASP Дут Нед Корр Вот Бизнес Логику Я Обычно Выношу От Бизнес Контроллеров От Контроллеров То есть И Поэтому Собственно Гра Мне Тесты Для Них И Не Требуется Но Тем Не Менее Если У вас Есть Хоть Какая Бизнес Логика Я Все Так Давайте Вам Покажу Как Это Примерно Делается Ну Допустим У меня Есть Какой Контроллер Так Давайте Жим Другой Переключимся Так Вот Бандлс Контроллер Он у меня Ну Скажем Так Он Немножко Сложный Давайте Возьмем Попроще Чтобы Было На самом Дель Понятно В принципе Потому Что Одинаково Я Просто Буду Дольше Создавать Эти Юнит Тесты А Мне Нужно Чтобы Вы Не Уснули Пока Я Буду Эти Тесты Делать Так У У меня Есть Какой То Не Используем Кэш Давайте Уберем Отсюда Уберем И Отсюда Его Уберем Проверим Что у нас Все работает Несмотря На то Что я Половину Поудалял Зависимостей Давайте Запустим Эту Штуку Откомпилировалось И даже Запустилось Ну Еще Для Прикола Можно Попробовать Зайти Я хочу Показать Что возвращает Этот контроллер Ага Мне для того Чтобы показать Мне сюда Нужен Код Ну Код Я могу Получить Только Вот здесь Один момент Я потрачу Ваше время Чтобы не Прерывать Видео Я выполню GetPages Чтобы увидеть Все Бандлы И Вот этот Код Мне потребуется Для того Чтобы Показать Как работает Этот метод GetByCode Собственно Говоря Вы видите Что я его скопировал Я его вызвал И мне пришел Какой-то Квиз То есть Опрос Который состоит Из карточек В котором Есть Вопросы И соответственно Вернее Вопросы С ответами И какой-то Один из них Правильный Ну так как Это задаваться Будет Пользователю То есть Респонденту Как вы видите Уже 6 респондентов Ответило На эти вопросы То Здесь Ответов Соответственно Нету Но мне Нужно Проверить Что Они приходят В общем Unit test Я буду писать Для этого метода И давайте Для этого Вернемся Unit Тестирование Значит Есть у нас Контроллер Я делаю Следующим образом Я всего-лишь Навсего Создаю Папку Ну в данном Варианте Это будет Папка Контроллер И здесь Создаю Файл Который Называется Куис Контроллер Тест Ну соответственно C-Sharp И Теперь Ну есть у меня Заготовочка Я сделаю Вот таким Вот образом Это Сниппет Который Как он Называется В Решарпере Есть Вот И я его здесь Создам То есть я буду Тестировать Как вы видите Куис Контроллер Для этого Создалась Фикча Подробности Их создания Вы можете Конечно же Посмотреть На сайте XUnit Ну и раз У меня Куис Контроллер Уже имеет Фикчу Давайте я его Ой Не так нажал Ctrl-R Ctrl-O Отправлю В папку Fix Они у меня Уже есть Отлично Ну и в общем-то Вот мой контроллер Который Сейчас Пока Имеет Фикчу И здесь Вот теоретически Должен быть Первый Тест Который Называется Факт Я его Называю Куис Контроллер Тестированием Так Что-то тут У меня Лишняя Какая-то Штука Вот Ну и Сейчас У меня Этот тест Естественно Упадет Потому что У меня Не законченная Фикча Ну смотрите Что самое Сложное В контроллерах Это вот эти вот Самые зависимости И тут В силу Вступает Такое понятие Как заглушки Моки Стабы Если хотите И так Мне сюда нужен Маппер И Unit of Work Помните Я делал Unit of Work Фикчу Ну В общем Вот этот вот А вот Unit of Work Helper У меня уже имеет Вот такую штуку Странно Какая-то у меня тут Строка Давайте тоже удалю У меня есть Unit of Work Helper И соответственно Для того Чтобы мне Создать Заглушку Для этого контроллера Я пишу Unit Ой Unit of Work Нет Я неправильно Пишу Unit of Work Helper Да Вот он И собственно говоря Единственное Что делаю GetMock То есть Когда у меня Уже подготовлены Все эти вот Хелперы Мне на самом деле Нужно будет Написать Для любого контроллера На самом деле Самые простые А Мне тут Маппер нужен Действие сделать Чтобы у меня Все заработало Так как мне хочется Смотрите На самом деле Можно Маппер Который мне сейчас Потребовался Вернуть И двумя способами Первый способом Это вернуть Конечно Заглушку Для него И второй вариант Вернуть Уже непосредственно В маппер Ну давайте Я сделаю Вот таким вот образом Для начала Сделаю Маппер Хелпер Нет Маппер Хелпер Сделаем Get Get Инстанс В данном варианте Я буду возвращать Инстанс От маппера То есть Мне не потребуется Никаких других Дополнительных Моков Потому что Я буду Реально проверять Что получает Тот метод Для того Чтобы получить результат Мне естественно Что придется Замапить его Чтобы проверить Что метод Контроллера Выдает реальные данные А так как Я обычно Не пользуюсь Ну не пишу Не тесты Для контроллеров Я это делаю Часто для примера Ну и я все равно Сделаю два варианта Так давайте Создадим Эту все таки Сущность Которая называется Маппер Хелпер Пусть она будет Также статичная Дальше мы Создадим Два метода Которые Называются Тоже статичные Get I Маппер Ой Минуть Get Маппер Я его назвал Get Instance Вот И в данном Варианте Мне здесь Нужно написать Var Config Mapper Registration Get Configurations И Return Config Извиняюсь Неправильно Написал Точка Create Маппер Вот этот метод Вернет Реальный Маппер Return Return Real Instance With Mappings Вот И второй метод Который я сделаю Public Тоже Статич Но только Сделаю I Мок Ой Вернее Мок I Маппер Который Вернет Get Мок Написал Но Так бывает И здесь Я сделаю Return Не Ой Нет Здесь Мне нужно Сделать Return New Мок I Маппер И Не поставил Вот таким Вот образом В общем Смотрите В большинстве Случаев Мне То есть Для реальных Проверки Результатов Возвращаемых С контроллера Мне потребуется Реальный Маппер И поэтому Здесь я буду Возвращать Реальный Маппер В общем то Что я здесь И делаю Если я буду Где-то Использовать Маппинг Внутри Там Сервисов Или других Моделов Или еще Каких-то Непосредственно Объектах Бизнес Логики То я могу Использовать Мок То есть Маппер Просто Прям в режиме Реального Времени То есть В конкретном Тексте Создать Какую Мне мап Нужно вернуть На конкретный Мап Поэтому Я возвращаю Маппер С моком То есть Заглушку Которую Могу предварительно Отконфигурировать Или тем Как использовать Ну и Таким образом У меня Получается Что Маппер Хелпер Должен уехать В Хелпер Они у меня Вот Они В Текстах В Тестах Вот И Сейчас Давайте Тогда Вернемся Назад Напишем Should Be Under Testing Правильно Писал Testing Ну и Теперь Я нажимаю Давайте Запустим Все Тесты Да Выполнил Тест То есть У меня Сейчас Здесь Создался Сущность Вот этого Самого Квиз Контроля Итак Давайте Создадим Новый Тест Который Назовем Пока Не знаю Как назовем Давайте Пока Так Сделаем Sud Get By Code Ну Во-первых Как видите Он Асинхронный Давайте Тогда Сделаем Так Bar Response Сравен Sud Ага И Сюда Сделаем Обязательно Async Ой Async Здесь Сделаем Await Ну и Теперь Нам потребуется Какой-то Код Ну Во-первых Мы будем Запрашивать Bundle То есть Запрос Bundle Просто Vmodel Другой И Соответственно Можно Посмотреть Что у нас Есть В Bundle Для этого Открываем Bundle Helper И видим Код Который Называется Код Соответственно Я могу Здесь Написать Конст Стринг Код Не могу Написать Слово Код Равен Код И Вот Здесь Соответственно Я могу Этот Код Прокинуть Но Теоретически Если Сейчас Сюда Поставлю Бряком Мы Выполним Этот Метод Я Даже Сейчас Запишу Его В Дебаге Давайте Сделаем Так Давайте Напишем Shoot Return Quiz By Code Да Пойдет И Теперь Я Вызываю Дебаг Давайте Посмотрим Что Возвращает Этот Метод Как Вы Видите К нам Пришел Респонс Который В Себе Включает Ответ Типа Ok Object Resolve Внутри Которого Есть Value У Value Есть Operation Resolve В общем Где Вот Вот Operation Resolve И У Operation Resolve Есть Другой Resolve Который Уже Непосредственно Я 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 Показал Вот Эти Тестовые Данные Вот Те Самые Четыре Ответа Один Из Них Должен Быть Обязательно Положительным Но Я Не Знаю Какой Из Них Потому Что Сейчас Мне На самом Деле Это Не Важно Так Так И Теперь Собственно Говоря Мы Можем Сделать Следую Смотрите Во-первых Я могу Поставить Десятку Штуку И Теперь У меня Все Тесты Показывают Ой Все Асверы То есть Ответы Начали Показываться Вот В таком Вот Варианте Так Давайте Тогда Попробуем Обработать Этот Респонс У меня Есть Для Этого Специальный Хелпер Я Сейчас Его Покажу Давайте Оставим Этот Метод Как Он Есть Только Добавим Сюда Такую Штуку Ну Речь Идет О том Что Мы Вообще Хоть Какой Ответ От Сервера Получаем Я Никогда Не делаю В одном Юнит Тесте Сразу Несколько Проверек Я Их Делаю Непосредственно Каждый Тест Делает Своё Дело Этот Тест Получает Респонд Шут Ретурн Давайте Его Исправим Респонд Вот так Вот Шут Ретурн Респонд From Метод Get By Code Ну И Давайте Тогда Его Скопируем Хоть Я Не Люблю Копировать Но Иногда Приходится Дальше Что Мне Нужно Сделать Мне Нужно Получить Мне Нужно Определить Что Этот Ответ Является Окей Тот Самый Окей Обжект Давайте Набишем Окей Респонд И Здесь Мне Нужно Сделать Какой Нибудь Хелпер Вар Вар Респонд Сейчас Подумаем Как Это Сделать Проще Пусть Будет Какой Нибудь Резалт Который Респонд Хелпер Гет Респонд Давайте Вот так Сделаем Респонд И Сюда Дадим Тот Самый Респонд Который Мы Получили Итак Этот Респонд Хелпер Давайте Пока Создадим Внизу Пусть Он Будет Такой Простой Здесь Напишем Статик И Собственно Глядь Здесь У нас Должен Быть Метод Опять Я Воспользуюсь Другой Штукой Так Здесь Мне Нужно Получить Объект Который Будет Называться Operation Result И Так Как Он Generic Ну В общем Почему Operation Result Я Везде Использую Обертки Для Возвращения С Сервера Чтобы Ну В общем Есть Где-то Обоснование Того Почему Это Должно Именно Так Быть В общем Здесь Мне Нужно Что Мне Нужно Вот Из Этого Респонза Получить Собственно Говоря Сам Этот Operation Result Здесь Мне Нужно Сделать Следующее Ну Во-первых Давайте Давайте Вот Так Сделать Assert Из Type Мне Нужно Чтобы Этот Type Был Ок Object Result И Соответственно Респонс Сюда Опускаем Здесь Конечно Нужно Написать Result Тот Самый Вот И После Так Это У нас Будет Из Ок Object Дальше Мне Нужно Собственно Игре Получить Сам Operation Result Operation Result Ну Возможно У вас Будет Это Какой-то Другой И The Sign From Давайте Тоже Используем Generic Operation Result Т И Здесь Мы Будем Ок Object Приводить Вот 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 К этому Значению Ну И Мне Нужно Теперь Соответственно Сделать Return Этот Вот Operation Result Ну Странный Я Конечно Назвал Давайте Переменую Result Вот Ну В общем Я думаю Что тут На самом деле Никакой магии Нету Мне Нужно Получить Response Привести Привести Типа Ок Обжект Если Он Приводится Один Вариант Если Нет Значит Exception И Тест Соответственно Провалится Если Мне Получается Привести Это К Operation Result То Я Соответственно И Возвращаю Ну И Здесь Я Могу Сделать Уже Вот Такую Штуку Ну Как Минимум Проверить Что Он Не Ну И Давайте Запущу Тест Так Название Название Дал Давайте Проверим Тест Сработал Ну И В общем То Теперь Мне Осталось Проверить Ну Допустим Я Хочу Проверить Что У меня Return Ок Давайте Return Quiz From Метод QuizModa Давайте Я Вот Так Вот Допишу With Ой With For Answers In First Question Вот Так То Есть Я Хочу Проверить Что У 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 Непосредственно Сам Сам Объект То Сам ViewModel Который Я Хочу В Общем То Проверить Для Этого Я Сделаю Следующее Это У 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 метод, да, здесь я буду возвращать t, то есть уже сам result, get model t, ну да, за меня уже практически все сделано а здесь мне нужно сделать var result равен get response, собственно говоря operation result хотя нет, давайте я сделаю точно такую же сигнатуру чтобы где нужно получать сам operation result, а где нужно чтобы я мог уже получать непосредственно viewmodel из этого резалта, не приведя его непосредственно уже к самому operation result и в общем-то вот такая вот несложная конструкция, мне здесь нужен только result ну и как вы понимаете эта штука, она должна мне сказать, что я хочу отсюда получить здесь у меня должно получиться quiz viewmodel и здесь соответственно я сейчас проверю, что этот тест работает не работает ну и давайте посмотрим почему наверное потому что я все-таки совершил какую-то глупость, потому что мне сюда нужно вот эту строчку убрать и здесь написать response давайте выполним этот тест еще раз да это была, конечно, глупость но в общем все сработало тест пришел, результат я получил ну и в общем давайте тогда создадим так, давайте у меня здесь получается, что название вот этого метода не соответствует здесь я получаю метод should quiz я вот так вот пишу viewmodel, чтобы сущности не лить from метод quizmod а вот здесь напишу то есть в следующем методе напишу уже непосредственно что речь идет об ансерах об ответах ну и здесь тогда мне это не нужно соответственно она и без меня знает что там уже viewmodel будет и здесь мне нужно сказать что const int answers парень давайте expected равен 4 я помню, что я делал 4 ответа это мы сейчас легко проверим текст answers раз, два, три, четыре к одному все правильно значит вот они 4 здесь напишем equal expected запятая actual иногда лучше не сопротивляться решарперу а делать то что он делает здесь мы напишем var поднимем его наверх и скажем что этот result cards count ой count вот таким вот образом то есть я сейчас запускаю тест на исполнение и метод getCode должен вернуть with viewmodel с четырьмя карточками нет он не вернул сейчас проверим почему так а карточка одна ответов у нее 4 а ну хорошо давайте проверим что у нас еще и карточка возвращается я вот сюда вставлю should viewmodel white code with one question то есть здесь у меня одна карточка сейчас мы проверим что она работает карточка у меня действительно одна это я что-то опять лопухнулся а в этой карточке 4 ответа да тест прошел и теперь соответственно мне нужно ансверс а мне нужно счет карточку взять и у нее ансверов в смысле ответов должно быть 4 ну не контейн а каунт конечно же каунт скобка лишняя мешает и запускаем этот тест ну как вы видите тесты прошли давайте запустим их все ну в общем-то все 31 тест прошли грязь зелененьким респонс хелпер я отправляю в папку folders ой в папку которая называется helpers естественно в тестах вот ну вот примерно вот таким вот образом делаются реквесты респонс то есть для контроллера покрывается вот таким вот образом тестами теперь я хочу продемонстрировать немножко другую вещь смотрите вот в данном варианте у меня так стоп заставки не было в квиз контроллере есть еще один метод который называется check-cancer который проверяет соответственно наличие правильного ответа и совпадение его с тем который дал респондер то есть отвечающий на вопросы для этого нужно раз-два-три метода ой в смысле в сигнатуру нужно попросить три параметра ну в общем давайте тогда я сейчас напишу факт здесь у меня воу да вот так вот сделаем факт здесь у меня будет квиз контроллер и знаете что пока это не будет фактом нет давайте покажу с самого начала что потом я думаю будет сложно понять и так для начала что у нас есть у нас есть я отсюда заберу код он мне нужен и отсюда заберу давайте напишу раз уж начал task здесь я напишу ва респонд равен await соответственно system under test check answer и мне сюда нужен код question id и answer answer id вот таким образом я сейчас воспользуюсь вар решаптером и сделаю гуид ну конечно же не имеем те парс здесь сделаю пока временную такую штуку это должно быть наверху и answer id тоже соответственно вар да и он тоже будет равен гуид парс и тоже случайный в общем теперь у меня респонд что у меня должно быть за респонд давайте просмотрим респондом для этого нет не для этого давайте его свернем чтобы не мешался респондом для этого должен быть check answer result что он на себя представляет он возвращает либо true либо false больше он ничего не возвращает причем это true или false вне зависимости от того хорошо это хорошо это очень хорошо давайте тогда на нем и потренируемся в общем вот check cancler у нас должен возвращать определенного типа result и мы его давайте получим var result response как вы понимаете helper get your model да кстати я переименовал response helper get model на way get get а нет не переименовал давайте переименуем не get а get response все теперь все логично get model и соответственно тут как раз тот самый model который я должен получить с ответом и здесь уже буду проверять result и давайте выполним этот тест ну а кстати я его никак не назвал ну и fix да у меня этот метод чего-то возвращает ну мы сейчас давайте тогда напишем так it should return method result неправильно написал return response for method как там называется check answer да у меня answer приходит причем не важно какие параметры я туда отправляю наверняка они невалидные теперь мы проверим should return is correct true вот так вот для метода check result вот теперь давайте сюда вот так вот сделаем result is correct и вот так вот напишем true запустим конечно это будет false потому что я закидываю фиг пойми что вернее очень случайные параметры для этого контроллера но и собственно говоря для этого метода и соответственно что и ожидалось ожидалось true вернулся false и теперь давайте сделаем так чтобы это было реально правильно итак question id у меня есть text question вот он question id я сейчас сюда подставлю question id этот и мне нужен answer id но для этого мне нужно узнать какой из них ответ правильный answer id соответственно если эти все true вот этот вот answer get one возвращает правильный ответ подставляем answer id сюда и теперь снова запускаем то есть в памяти созданный entity framework core содержит значение сущностей которые у меня почему-то не сработал которые я пытаюсь подставить для вызова этого метода давайте попробуем сделать дебаг этого метода и заодно посмотрим что там внутри происходит f12 и давайте посмотрим чек так operation result text answer ну теперь понятно почему потому что у меня answer равен ну соответственно чек result создается пустой и возвращается как operation result давайте попробуем посмотреть что у нас вот в этой штуке почему ну собственно говоря для этого давайте все-таки заскочим этот чек answer и сделаем такую штуку я сделаю var repo равен и я просто сделаю отдельный репозиторий потому что в нем можно будет посмотреть что собственно говоря не так repo и вот здесь поставим bariaco вот она и запустим этот на дебаг так вот пришел дебаг смотрим репозиторий смотрим dbset смотрим text answer у нас написано question 11 да ну да здесь конечно же глупость потому что я в text question спрашиваю question а смотрю id в text id это конечно фигня давайте вот 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 так нужно сделать эту штуку убрать вот и теперь попробуем запустить снова этот тест без дебага странно что он зеленый конечно а наверное все стали зелеными да теперь тест проходит ну и в общем-то для того чтобы окончательно убедиться что он проходит сделаем вот такую штуку здесь сделаем shoot not return и здесь код допустим 1 и запускаем еще раз код уже тест но он уже другой соответственно ну немножечко не не соответствует да здесь должно быть тогда false вот и тест должен проходить то есть если он не соответствует а он соответствует это невалидно вот такой должен быть тест сейчас он станет зелененьким покроется зелененькой галочкой как я выразился в предыдущем видео ну в общем примерно вот таким вот образом но я хочу показать другой вариант в общем другую еще штуку интересную на самом деле называется теория давайте я вам покажу интересную штуку ну для начала смотрите у меня есть один юнит тест который проверяет на корректность здесь я ввожу три параметра код question id answer они если совпадают все три правильные тогда мне возвращается значение true и соответственно assert у меня этот правильный если я хочу проверить обратную сторону то есть не должен возвращать я меняю один параметр и здесь соответственно ставлю false некорректный и ставлю что у меня результат не валидный а если допустим захочу проверить другой какой-нибудь гвыд здесь или поменять здесь то мне придется писать еще новые новые тесты но существует такая штука которая называется теория да и инлайн дата давайте покажу как она работает я чтобы не писать долго сэкономлю ваше время и свое скопирую пока назовем это без номера здесь мне нужно закомментировать ну ладно мне нужно все-таки закомментировать вот эти три штуки три параметра и я здесь вот этот факт меняю на теорию и ставлю вот эти вот параметры код соответственно уже в сигнатуру метода но здесь небольшая фишечка мне теперь нужно здесь написать equal здесь я пишу is correct и вот этот is correct опять неправильно написанный переименовываю я его переношу в сигнатуру is correct теперь мне нужно сделать следующее я хочу вот этот вот код тоже получать из сигнатуры соответственно метода теста да что такое не получается словом написать код теперь мне нужно написать question айди но здесь но здесь немножечко все посложнее мне здесь нужно написать стринг и я напишу question айди а здесь я немножечко сделаю такую штуку потому что в параметрах в атрибутах в атрибутах нельзя использовать good parse поэтому я сделаю здесь good parse отлично и соответственно здесь я тоже ставлю string ой answer id теперь как вы видите у меня все параметры приходят отсюда но при этом у меня тест стал невалидным я ставлю интересную штуку которая называется атрибут inline data и теперь как вы понимаете я могу в этот inline data запихнуть то самое дата и так я пишу true то есть у меня значение теста должно быть валидным то есть у меня true в этом варианте должен отработать для того чтобы не отработало мне здесь нужно добавить еще один параметр который называется код помните что он в предыдущем в этом варианте валидный я копирую первый валидный тест который проходит копирую GWIT и добавляю его сюда как параметр для question id беру второй вставляю его соответственно сюда как transfer id смотрите у меня ошибки исчезли и теперь получается что у меня вот эта вот штука здесь абсолютно не нужна и мой вот этот код вот этот тест сейчас выполнится но единственное что его нужно было назвать правильно давайте это сейчас делаем да смотрите код прошел ой в смысле тест прошел давайте напишем return valid data for for concrete parameters таким вот образом пусть называется вот и что собственно говоря мне это дает на это на самом деле очень интересная штука а дает она вот давайте подальше я копирую этот код пишу что у меня вот здесь вот это при вот единичке да то есть при неправильном коде этот код не должен выполниться я нажимаю ctrl r t посмотрите тесты оба прошли теперь их у меня здесь два и здесь показаны конкретно параметры которые использовались для этого теперь собственно говоря я могу здесь вот таким вот образом скопировать поменять какой-нибудь какой-нибудь вообще гуит от балды у меня есть специальный генератор на быструю кнопку я здесь напишу false я скопирую еще валидный тест поменяю еще от балды скопированный код другого костя найди и теперь когда я запущу этот код тест заново у меня уже пройдет сразу 4 теста на каждый из параметров вот смотрите они запускаются в общем такое количество параметров можно варьировать для любого теста на самом деле это очень удобно когда незначительные изменения в коде самого теста ну не влекут за собой создание нового теста просто можно через вот такой вот способ inline data собственно говоря писать очень простые наглядные тесты для того чтобы показать следующую фичу я должен обратиться снова к из контроллеру и выбрать подопытный метод я думаю что этот метод подойдет response register давайте создадим ну давайте сначала скопируем какой-нибудь очень похожий на самом деле юнит тест и пока у него снова не будет названия теперь мы здесь это лишнее все поубираем и вот это вот тоже все поубираем здесь напишем по-английски create нет наверное регистр респондент вот как вы видите мне сюда должен попасть респонд viewmodel давайте я назову его модел нажму точку запятой применю как это называется resharper и вот здесь вот теоретически я могу написать new respond viewmodel ой респондент viewmodel и собственно мне здесь нужно bundle id какой-то создать grid parse пусть будет какой-нибудь ой да bundle id так и собственно здесь еще не хватает какой-нибудь email там пусть будет email собака email com мне собственно говоря не важно что здесь написано и username ну пусть будет user 1 теперь мне здесь нужно убрать все пусть будет response model сейчас посмотрим что возвращается обратно response model это vmodel vmodel который возвращает имя пользователя email bundle bundle name вот и в общем-то мне нужно проверить что хотя бы есть response давайте запустим этот тест тест не прошел это нормально смотрим почему object null reference но здесь более сложная конструкция здесь нужно что припозит get first default он видимо ничего не вернул вызвал исключение нам нужно чтобы вот на этот вот запрос в режиме тестирования выдавался совершенно нам нужный ответ итак коллеги я вас поздравляю я нарвался на невозможность написать юнит тест на конкретный метод регистра респондент работает по достаточно сложному сценарию и чтобы это решить мне нужно вот эту зависимость вынести в сервис и потом этот сервис можно будет замокать в общем это один из примеров того что можно писать код который протестировать невозможно а можно писать хороший код который не придется рефакторить ну видимо я это все делал в спешке и теперь мне придется немножечко остановить видео сделать рефакторинг после этого подключиться и только тогда я смогу показать что собственно говоря я изменил и как работает вот эта автофикчер прикольная штука и так коллеги пришло какое-то время я создал на самом деле очень простой сервис вот так он выглядит давайте вам покажу ну во-первых интерфейс респондент респондент а и респондент сервис прошу прощения начинаю заговариваться надо заканчивать который get respond by email делает асинхронный метод в общем-то вот его реализация все очень просто тот самый get репозиторий здесь же include get email в общем-то мне соответственно пришлось его прокинуть соответственно в конструктор ну а раз он попал в конструктор значит у меня добавился один параметр который собственно изменил фикчу вот у меня появился респонд сервис который добавляется в контроллер также через helper вот он на самом деле пока простой но нам его придется сейчас дописывать и вот почему у меня есть метод сейчас секунду я соображу да нам это нужно это не нужно это нам не нужно и вот контроллер так в общем что этот метод делает то есть он получает по email получает респондента если он ну возвращает ошибку и собственно говоря у нас тесты которые сейчас должны сработать где он вот собственно его закрыл здесь нам нужно чтобы в момент сохранения вернулся какой-то в umodule то есть мне нужно чтобы на вот этот вот метод запрос вот этого сервиса на вот этот вот метод по какому-то мылу вернулся какой-то респондент ну и в общем все это делается достаточно просто я сейчас иду в этот вот респонд сервис и делаю вот здесь вот такую штуку то есть я сейчас начинаю моделировать так сказать ответ для мока то есть я моделирую сам мог заглушку которая должна мне прийти на какой-то вопрос ну в смысле запрос и так пусть это будет мог и теперь мне нужно этот мог сделать ритурн но перед тем как сделать его ритурн давайте я здесь создам var entity давайте скажем так new respond dant да new respond пока пусть будет так и собственно говоря раз я создал мог теперь я могу установить для него правило вызова например для метода get respond by email на вызов email собака email com пусть будет com вернуть result так у меня асинхронный пусть будет асинхронный и здесь вернуть этот вот entity смотрите у меня сейчас работает вот для этого мы сейчас проверим что я именно это создал email email com ctrl v давайте поставим breakpoint я хочу просто показать как это работает мне нужно сделать дебаг так вот пришел дебаг нажимаем f11 идем в сервис смотрите email равно email email com я делаю f10 и у меня вернулся кто правильно пустой почему это именно он ну в общем потому что я уверен ну и в общем то сработало правило такой пользователь уже зарегистрирован в общем я могу вот на эту штуку написать unit test который будет проверять на наличие пользователя уже в базе данных есть ли response not null ну так у меня там get model берется model мне там не должен браться потому что у меня там response берется сейчас проверим какой именно operation result response u model ctrl минус давайте выполним этот тест запустим ctrl r t да тест естественно прошел но моя задача не показать как работают тесты потому что я хочу совершенно другую штуку показать смотрите мы использовали вот такую конструкцию когда мы создаем вручную то есть непосредственно instance конкретного respondent create u model заданный вручную я могу использовать другую штуку давайте я вам еще одну штуку покажу раз пошла такая пьянка в смысле раз пошла такой песня смотрите у меня я использовал такую конструкцию ну во первых давайте я попробую убрать вот смотрите мне сюда требуется какой-то string какой-то email да то есть для того чтобы по этому email потом найти сущность я могу сюда написать string 1 и тогда если я буду передавать в качестве email string 1 у меня будет возвращаться соответственно как вы видите ну я могу сдублировать эту штуку написать string 2 и возвращать new респондент и также я могу еще написать string 3 и допустим возвращать другой респондент у которого уже будут заданы какие-то параметры id bundle email или еще что-то такое понимаете да то есть вот это вот управление вот этими вот настройками для конкретного метода оно как бы очень широкое ну и как я вернул сейчас с самого начала вместо string можно отдать значение вот такой параметр it's any off string то есть как-то то есть как это можно понять то есть если я сюда подсуну любую строку у меня всегда будет выдаваться null в общем у меня задача сейчас собственно говоря не сделать чтобы этот тест работал а что мне нужно вот этот view model да то есть давайте поговорим все-таки про auto fixture и как она работает теоретически я могу закомментировать этот view model целиком и полностью control kc ну kc значит и написать var model равно auto fixture fixture да я сейчас namespace подключу чтобы она была new fixture да хочу alt enter и в общем здесь я могу сказать create и могу сказать create что respondent create view model смотрите у меня появился тот же самый модел давайте здесь поставим бряку я сейчас это запущу дебаги это последнее что я хочу показать смотрите у меня появился view model который мне создал auto fixture и здесь как вы видите bundle id она определила тип создался гуид на email создался email и опять же какой-то гуид на username создался username и опять какой-то гуид то есть каждый раз когда я буду создавать модел вот этот вот через вот эту штуку мне будет подсовываться совершенно разный набор данных и абсолютно непонятные для меня ну то есть неуправляемые данные так вот в auto fixture вот этими данными можно управлять для того чтобы сконфигурировать auto fixture давайте вот в этом месте создадим папочку base и в этой папке создадим auto fixture builder пусть он будет cs пойдет пусть он будет статичный то есть его задача будет применять к вот этому fixture который был создан вот здесь определенные параметры что здесь для этого нужно сделать нужно сделать как минимум метод который вернет этот статичный метод который вернет iFiction create нет давайте если он builder пусть будет build ну да вот давайте его сделаем свойством нет не так мы его сделаем свойством get return давайте вот так сделаем var fixture фикшер равен you фикшер и return соответственно фикшер ну наверное нужно сделать auto фикшер builder пойдет вот ну и вот здесь мы имеем некоторые возможности по настройке мы можем установить какие-то behavior мы можем добавить какие-то кастомизации вот как раз вот этими кастомизациями мы будем мы будем добавлять в общем делается примерно таким способом я хочу сделать кастомизацию для как он у меня респондент create view model давайте я его скопирую и вот такую штуку сделаю каст кастомизацию теперь мы этот тип создадим вот он у меня появился интерфейс который мне собственно нужно реализовать и в общем вся магия происходит естественно в этом методе давайте нажмем enter а вот это сделаем в отдельный новый файл пусть он принесется сюда вот у меня новый файл вот у меня билдер и в общем здесь 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 в этом методе я могу сказать следующее так var property что я написал неправильно написал property я начинаю спешить потому что времени уже много request as property info если property равен null тогда return no specimen наверное все таки new то есть давайте еще так сделаем return new вот что это нам дает пока это вообще абсолютно бесполезная вещь как вы видите теперь начинается магия давайте конкретно определимся что мы хотим вернее что я хочу один из тест у нас есть вот эта штука давайте сделаем так чтобы для вот этого email email property всегда приходило нужное нам значение для этого очень просто нужно сказать следующее var email property равно ой property ну конечно name equal есть ли ой есть ли название свойства равно email и property и property type равен type of нет type of неправильно не спешу не спешу стринг если это естественно email property тогда мы говорим return new ну в общем конечно не new return email собака email ну пусть будет com то есть вот таким вот образом для каждого свойства можно задать параметры причем не просто задать а варьировать в зависимости от того в какой момент времени или там я не знаю день недели если хотите в общем это получается абсолютно управляемая штука и теперь давайте проверим что это работает нужно переключиться сюда вот эту фикшу теперь убрать сказать что я хочу auto fixture builder соответственно build и мне сюда вернется соответственно auto фикшу это свойство и я хочу сделать create то же самое что и раньше и забыл как называется этот view model так он у меня где и в общем ах ну вот же он конечно я хочу чтобы у меня система создала вот этот email и теперь я делаю debug ну и как вы можете видеть вот этот email теперь равен тому чему я собственно говоря хотел более того я теперь в зависимости от тестов могу задавать те или иные значения а в данном варианте это создание ну создание вот этих вот значений как как я показал вот email это исключает какую-то генерацию дополнительную да то есть rnd так случайно и для тестов можно включать всегда одинаковые названия определенных значений в общем как вы понимаете на самом деле программирование тестов это своего рода отдельный тип программирования который также требует навыков каких-то знаний нюансов в общем-то к разработке как видели мне пришлось сделать рефакторинг кода чтобы создать тесты в общем в этом видео получилось показать все о чем я говорил в первой лекции так сказать в подтверждении моих слов о том что нужно все-таки писать правильный код который потом не придется рефакторить если вдруг писать придется юнит тест более того опять же повторюсь что существует вероятность написать такой код который даже и рефакторить не получится так быстро как у меня я потратил минут 20 но можно написать и такой код который не рефактор или придется переделать пол системы смотрите оба видео я закончил но хочу спросить видео получается иногда очень длинное иногда очень короткое пожалуйста отпишитесь в комментариях и скажите какой длины видео вам предпочтительны 10 15 20 минут 1 2 3 а на этом все таки хочу попрощаться видео получилось длинным надеюсь оно вам пригодится и понравилось если понравилось ставьте лайки и все такое всего хорошего и зеленых вам галочек в линии теста субтитры